Чаще всего каловый свитч накладывается на сигмовидную кишку, сигмостома. Оперативный доступ. Косую разрез в левой паховой области. Номер 1. В операционную рану выводится петля сигмовидной кишки. В слое передней брюшной стенки в области операционной раны. Кожа с подкожной жировой клетчаткой. Номер 2. Мышечно-фасциальный слой. Номер 3. Паритальная брюшина. Номер 4. Выведенная петля сигмовидной кишки. Номер 5. Для изолирования от инфицирования краев операционной раны. Паритальная брюшина подшивается к коже. Петля сигмовидной кишки сирожно-мышечными швами подшивается по ретальной брюшине по периметру раны. Для изолирования свободной брюшной полости от просвета кишки. Через 3 суток после образования спаек между брюшиной кишки и брюшной стенки кишка вскрывается в продольном направлении по одной из мышечных лент. Стенка петли сигмовидной кишки через все слои подшивается к коже по периметру операционной раны. Таким образом, кишечное содержимое при каловом свече движется как наружу, так и естественным путем. Каловый свеч разгружает толстую кишку при нарушении проходимости в нижележащих отделах опухолевого характера. Двуствольный противоестественный задний проход. Оперативный доступ. Косой разрез в левой паховой области. Номер 1. Слои брюшной стенки в области операционной раны. Кожно-подкожный слой. Номер 2. Мышечно-фасциальный слой. Номер 3. Париетальная брюшина. Номер 4. Париетальную брюшину также подшивает кожи для защиты краев раны от инфицирования. В раны выводится петля симовидной кишки. Номер 5. По брюшечному краю сирозно-мышечными швами приводящая и отводящая часть петли сшиваются на определенном протяжении. За счет дальнейшего их сращения и образуется так называемая шпора. Номер 6. Далее по периметру операционной раны кишка подшивается сирозно-мышечными швами к паритальной брюшине для изолирования просвета кишки от свободной брюшной полости. Через 3 суток просвет кишки вскрывается в поперечном направлении, благодаря чему сформированная ранее шпора поднимается вверх и препятствует попаданию содержимого из приводящей петли в отводящую. Содержимое идет только наружу. На завершающем этапе край кишки через все слои подшивается к коже по периметру операционной раны.